Итак, интероперационная лучевая терапия. На сегодняшний день известно, что любая органосохраняющая операция должна сопровождаться лучевой терапией, и лучевая терапия стяжает риск развития рецидивов рака молочной железы на месте первичной опухоли приблизительно где-то на 75%. Патоморфологический анализ показывает, что наибольшая плотность опухолевых клеток до 90% микроскопических остатков наблюдается на площади 4 см вокруг макроскопического края опухоли. Как следствие, после органосохраняющей операции ложе опухоли представляет область самой высокой вероятностью рецидива молочной железы, и где-то это до 85% местных рецидивов. Основываясь на этих данных, в течение последних лет, после последних нескольких десятилетий были разработаны методики с частичным облучением, в том числе ускоренным частичным облучением молочной железы и интероперационной лучевой терапией. Но, в принципе, уже про частичное облучение сказали спасибо большое, и мне намного легче и намного лучше. В настоящее время дополнительное облучение ложе опухоли и буст при раке молочной железы стало рутинной процедурой во многих центрах. Буст облучения, создаваемого снаружи, не попадает по таргентному объему по результатам разных авторов от 24 до 88% случаев и увеличивает процент тяжелого февроза до 25%. Поэтому является разумным доставлять дозу облучения на ложе в процессе самой операции. Вот интероперационная терапия, вот исследования, которые были проведены. Я хочу сказать спасибо большое доктору Родригесу. Мне не надо будет останавливаться как раз на брахе терапии. Одно из исследований – это интероперационная лучевая терапия электронами на мобильных или стандартных линейных ускорителях при различных энергиях электронов. Начало использования в 60-е годы и активное внедрение в практику в 90-е при появлении мобильных линейных ускорителей NOVAC-7. Исследование ELIOD, которое было проведено, использует метод электронных интероперационной лучевой терапии, разработанным в Европейском институте онкологии Милан-Натали. В этом испытании ложе опухоли облучалось за один сеанс с линейным ускорителем NOVAC-7 или LIAG. Рандомизировано было 1305 пациенток в возрасте от 48 до 75 лет с опухолями до 2,5 см. В половине группы была назначена лучевая терапия, традиционная дистанционная 50 грей, 25 фракций, не более 5 недель и буст. И в другой половине был проведен ELIOD в дозе 21 грей. И псилатеральные рецидивы опухоли молочной железы включали рецидивы вместе с операцией и новые карциномы, появляющиеся в том же самом квадранте молочной железы. Итак, результаты исследования. Как я уже сказал, 1300 пациентов в медианное наблюдение составило почти 6 лет. Рецидивы за 5 лет в группе дистанционной лучевой терапии составило 0,4%, в группе интероперационной лучевой терапии 4,5%. Группа ELIOD также показала более высокую частоту истинно-локальных рецидивов 21 случай через 5 лет, чем у пациента в группе дистанционной лучевой терапии 4 случая. И не оказалось различия в общей выживаемости 86 и 86 одинаково. Итак, выводы по исследованию ELIOD. Наивысшая частота рецидивов возникала при размере опухоли больше 2 см, наличие 4 и более пораженных лимфатических узлов, низкодисференцированная опухоль, и опухоли отрицательные по рецепторам астрогена метрично-негативные. Такие пациенты могут потенциально выиграть от дополнительного облучения молочной железы после интероперационной лучевой терапии, назначенного в виде буста в дозе 10-грей. У пациентов с опухоли-люминального апотипа результаты сходны с пациентами в группе дистанционной лучевой терапии. Группа интероперационной лучевой терапии в исследовании ELIOD реже страдала от связанных схожих побочных эффектов, таких как эритема, сухость, гиперпигментация, по сравнению с группой дистанционной лучевой терапии. Но в группе больных с интероперационной лучевой терапией наблюдают большее количество липонекрозов, чем в группе дистанционной лучевой терапии. Опять же, не буду останавливаться на браке терапии. Спасибо доктору Родригесу. И система интероперационной лучевой терапии Интробим. Основной компонент системы – это 10-сантиметровый зонд, миниатюрный источник рентгеновских лучей, генерирующих лучи низкой энергии и в больших дозах. Сферическая доставка дозы с крутым падением 20 грей в ложе в опухоли и от 5 до 7 грей на глубине 1 сантиметр от сферы. Апробация метода началась с 1992 года. В нашем учреждении с 2011 года применяется данная методика. По всему миру на сегодняшний день используется система интероперационной лучевой терапии Интробим. И какие бы существуют варианты лечения с помощью этой системы? Обычно традиционно – это лучевая терапия, поверхность самовлучения, выполнение органосохраняющей операции, потом 5 недель лучевая терапия и 1,5 недели бустолучевой терапии, где-то занимает это 6,5 недель. Органосохраняющая операция с использованием интероперационной лучевой терапии. И дальше 5 недель лучевой терапии, поверхность самовлучения, занимает приблизительно где-то 5 недель наш процесс облучения. И возможность единоразового облучения в течение 30 минут во время операции. То, о чем говорили, о сокращении времени лечения и, соответственно, отсутствием очередей на лучевую терапию, как было сказано не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Какие все-таки есть преимущества и недостатки дистанционной лучевой терапии и интероперационной лучевой терапии? Это длительность процедуры дистанционной лучевой терапии, развитие послеоперационных деформаций и позиционных изменений молочной железы, которые затрудняют четкое позиционирование внешней лучевой трубки. И значительный временной интервал между хирургической операцией и началом радиотерапии. При интероперационной лучевой терапии мы доставляем однократную дозу сразу же. Прямая визуализация ложевого опухоли во время операции гарантирует точную доставку дозы, особенно важно при проведении пластических операций. Предотвращение возможности репопуляции остаточных опухолих клеток между хирургическим вмешательством и одевантной лучевой терапией. Максимальный эффект достигается при минимальном воздействии на окружающие ткани, возможность поверхностного облучения и лучший косметический результат. Исследование Target-A – это крупнейшее на сегодняшний день многосоторговое рандомизированное исследование в области частиственного облучения молочной железы. Было рандомизировано почти 3,5 тысячи пациенток в возрасте 45 лет и старше, с ранней формой рака молочной железы, и, как вы видите, они были разделены на две одинаковые группы. Одна из них получала дистанционную лучевую терапию, другая получала интероперационную лучевую терапию интеробим-системой. 15% из этих пациентов, которые были в этой группе, получали дополнительную лучевую терапию при положительных краях резекции, при обширном внутрепротоковом компоненте и при инвазивном дольковом раке. Ну, методику лучевой терапии останавливаться не буду, потому что уже несколько раз делал доклад именно как раз по методике и как делать основные характеристики данного исследования. В 12 лет оно шло 3,5 тысячи пациентов, размер опухоли в основном был меньше 2 сантиметров, и в степени гистологической злокачественности была третья у 15% пациентов, и пораженные лимфатические злы у 16%. Итак, пятилетние результаты. В результате исследования не достигнуло статистически значимых различий в частоте местного рецидивирования при использовании терпиорационной лучевой терапии и дистанционной. Пациенты, которые получали как таргет, так и дистанционную, имели в 3 раза меньше вероятность развития местного рецидива – 0,9 против 2,7. Анализ возникновения местного рецидива для двух пластов пациентов во время рандомизации с использованием таргет до и после окончательного гистологического исследования. Посмотрите. Все-таки в этом исследовании было зависимо, когда мы начинали рандомизировать пациентов. До получения окончательного гистологического исследования или нет. Смертность от рака молочной железы – это тоже было одним из вопросов данного исследования. И она оказалась равна в обеих группах 2,6, 1,9 – данные статистически недостоверны. А вот посмотрите, смертность не связанная с раком молочной железы. Статистически значимо меньшее количество смертей, не связанных с раком молочной железы при исследовании таргет составила 1,4 против 3,5 при дистанционной лучевой терапии. Обусловлено меньшим количеством смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и других злокачественных образований. Вот это в виде графика. Посмотрите, вот это смертность от рака молочной железы пациентов, это смертность и статистически достоверна разница, смертность от неопухолевых заболеваний больше в группе дистанционной лучевой терапии. Побочные эффекты. Осложнения, связанные с послеоперационной раной, были практически одинаковыми в обеих группах. Однако осложнения 3-4 степени со стороны кожи были значительно ниже при использовании исследования таргет. После таргет-А исследования было проведено исследование таргет-Б, изучать влияние подведения дополнительной буст аппаратом интробим-дозы или наружного буст на ложе опухоли с последующей дистанционной лучевой терапией. Первичная конечная точка – частота рецидивов в псилитеральной молочной железе. Вторичные точки исследования представлены на слайде. Критерии включения. Это включались больные с высоким риском местного рецидива. Моложе 45 лет, инвазивный дольковый рак, после неодиеватной системной терапии, возраст более 45 лет, но присутствие одного из следующих прогностических неблагоприятных факторов. Лимфоваскулярная инвазия, массивное вовлечение лимфодических узлов, боли одной опухоли в молочной железе, но подходящая для выполнения органосохраняющей операции, с удалением всех образований единым блоком. Возраст более 45 лет, но присутствует как минимум одного из двух следующих прогностических неблагоприятных факторов. Эстроген или прогестерон негативный, третья степень злокачественности, положительные края резекции после первой операции. Результаты данного исследования еще не опубликованы. Исследование Таргет-е пациенты старше 70 лет, перспективное мультицентровое исследование, 540 пациентов, продолжительность наблюдения составила 60 месяцев, достижение пятилетнего периода без прогрессирования составило 99,7, пятилетняя общая выживаемость 96,7. Собственный опыт. С 2011 года в нашем отделении было выполнено 448 органосохраняющих операций с использованием Трабим-системы. Медианное наблюдение для 213 больных составило 48 месяцев. На этих больных мы и остановимся в основном. Критерии отбора женщин на данный вид лечения. Мы составили для себя такой гистологический верифицированный рак молочной железы от 0 до 2-й А стадии. Размер опухоли не должен был превышать 3 см. Отсутствие видимых при УЗИ-исследовании пораженных подмышечных лимфатических узлов. Посмотрите распределение по стадиям. В основном, как вы видите, это больные 1-й и 2-й стадии. У одной пациентки был выявлен билатеральный синхронный рак, и ей было выполнено с двух сторон органосохраняющая операция с методом интероперационной лучевой терапии. По подтипу опухоли, в основном, это были пациентки с люминальным А и люминальным Б. По типам опухоли ХЕРТ-3 и трижды негативные раки молочной железы встречались очень редко. По степени гистологической злокачественности, в основном, это были пациентки 1-й и 2-й группы. Возрастная структура пациенток и объем хирургического лечения. В основном были пациентки среднего и старшего возраста. 23 пациенткам было выполнено секторальная резекция с интероперационной лучевой терапией. В большой массе пациентов, в основной группе, 341 пациентка, была выполнена секторальная резекция с интероперационной лучевой терапией, биопсией и сигнальных лимфатических узлов. И 85 пациенткам нам пришлось выполнить подмышевшие лимфоденоктамию, потому что во время биопсии сигнальных лимфатических узлов были выявлены метастазы в лимфатические узлы. Системная терапия и дистанционная лучевая терапия в одеванте. В основном пациентки у нас получали, так как это были люминальные А, люминальные Б пациентки, они получали гормонотерапию в одевантном режиме, либо комбинированную химиотерапию с последующей гормонотерапией. 36 пациентов получили таргетную терапию, и под наблюдением мы оставили 16 пациентов. С 105 пациентками было проведено дополнительная дистанционная лучевая терапия, но посмотрите, 343 пациента провели только интероперационную лучевую терапию, и на этом наше воздействие закончилось. То есть больше 3-4 пациентов мы ограничивались только интероперационной лучевой терапией. После операционного курса дистанционной лучевой терапии у нас назначался пациент, который был выявлен долькой в рак, опухоль с выраженным протоковым компонентом, метастазовые лимфатические узлы и опухоли в эмболах в лимфатических и кровеносных сосудах. Как я уже сказал, до сегодняшнего дня мы оценили 213 пациентов, потому что медианное наблюдение позволяет это сделать. У 10 пациенток, это 4,7%, отмечен местный рецидив. Минимальный срок от хирургического лечения до появления рецидива составил 6 месяцев. Это была больная, как говорится, трижды положительная, со второй степенью гистологической злокачественности. Среди 10 больных 5 имели трижды негативный по типу опухоли и 2 больные HER2NU положительные. Оставшиеся 3 пациентки лиминальный B по типу. 9 из 10 больных не получали дистанционную лучевую терапию после операции. У всех больных была вторая степень злокачественности, у двух пациентов дольковый рак. У одной пациентки выявлены метастазовые псилатеральные лимфатические узлы после биопсии сигнальных лимфатических узлов и наличие второго опухолевого узла в псилатеральной молочной железе. Выполнена радикальная мастектомия. У 9 пациенток отмечено прогрессирование появления отдаленных метастазов. У 4 из них опухоль была 3 степени злокачественности, 2 пациентки имели изначальную третью стадию, и 2 пациенток опухоль относилась к 3-жды негативному раку молочной железы. Таким образом, использование терабим-системы требует дальнейшего исследования и применения в рутинной практике. Применение терабим для достижения удовлетворительных результатов возможно у отдельно строго отобранной группы женщин при раке молочной железы. Люминальные опухоли, размеры менее 2,5 см, высоко и умерендиференцированные раки, чистые края резекции, отсутствие лифоваскулярной инвазии, инвазивной внутротоковой и не мультистатрические раки. Возникшие в нашем исследовании местные рецидивы были ассоциированы в основном с неблагоприятными подтипами опухолей, наличие долькового рака и отсутствие применения дополнительной дистанционной лучевой терапии. У меня закончилось время, да? Да? Ну, тогда я о интероперационном лучении после неодевантного лекарственной терапии расскажу на следующий год. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...